свои понимания озарения и так далее да значит все я включаю запись чтобы можно было потом аудиозапись или запись урока послать друзьям трума глава называется и сегодня у нас четвертый день четвертый день недели значит начать запись отлично все все приготовления закончены предварительные до запись идет телеграме начал слушать слава богу уже тоже очень много участников которым удобнее слушать телеграме им же потом удобнее в телеграме пересылать аудиозапись например есть аудиозапись сразу после урока кто не знает в телеграме есть и есть видео запись то есть кому-то удобно послать аудиозапись и ваши друзья знакомы будут знать что происходит в недельной главе в духовных мирах это же важно это же в этом смысл жизни да не то что сейчас происходит в новостях знаете новости вот я каждый день например читаю новости смотрю новости да особенно сейчас такие но все эти события но по большому счету у тебя смотрю тоже новости сколько лет лет наверное 10-15 и что но новости но в курсе новостей а по факту то что это поменяло моей жизни вообще ничего а вот уроки тора поменяли в моей жизни все то есть все абсолютно моя жизнь зависит не от того что я воспринимаю на в новостях от того что воспринимаю в уроках тора вот подумайте над этим и мы дошли до четвертого сегодня четвертый значит раздел четвертый раздел недельной главы и в нем рассказывается о том как устроены стены уже в оси то это крошим ли мешкана цешетим он не значит и сделаешь ты уже крошим вот эти вот столбы столбы для мешкана то есть напоминаю что вначале бог сказал говорит вайкули трума возьмите мне труму он говорит смотрите если кто-то есть кто хочет приблизиться к богу да нужно чтобы было для него инструмент приблизиться вот многие спрашивают а зачем заповеди соблюдать да это просто нам дан инструмент для того чтобы мы могли приблизиться к богу вот и все это не то что богу что-то надо а то что ты хочешь к богу приблизиться хочу а как а вот так вот я заповеди вот так делаю теперь а хочешь ты с богом вообще быть в близких хочу вот тебе значит мешкан сделайте все вот эти вот приготовления и будет там божественное присутствие вначале нам рассказали как сделать самое самое вот то знаете кодыш акадашим это ковчег завета до ковчег завета и сейчас мы начнем изучать вот сегодня так чуть-чуть заглянем ежи 4 уровня понимания торы есть уровень понимания торы который называется пшат простой уровень понимания торы вот простой сделайте мне значит сделайте ковчег а как его сделать деревянная коробка чистое дерево внутри золотая коробка снаружи золотая коробка и крышка золотая это пшат размеры два с половиной локтя полтора локтя все понятно 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 а ремес на что это намекает второй уровень глубже давайте разберемся какая часть в человеке человек это как называется тело человека это малый храм слышали такое название конечно тело человека это малый храм какая часть человека соответствует соответствует ковчегу да какая самая важная часть человеке именно если мы говорим на материальном уровне не на уровне духовном что эта душа а вот материальный где эта душа отражается где она только думает значит я думаю что душа она отражается в интеллекте мог то есть у У человека есть его мозг, вот тут в голове, и этот мозг, если его повредить, не дай бог, то человек может и умереть, мениндит, например, да, если его повредить, может потерять память, там, еще что-то, если химическое повреждение есть, человек, ну, вообще у него теряется, да, или там наркотики в мозг ему дать, значит, у него, он может вообще галлюцинации, там, и так далее. То есть, вот этот вот ковчег Кодыша Кадашим, святая святых в человеке, это его интеллект. Дальше, дальше нам рассказали, как сделать вот эти главные предметы, которые были в ковчеге, в мешкане, да, какие-то были, ковчег завета, минора, стол был, да, и жертвенник, да. Да, значит, что это за три главных предмета, таких, которые были именно предметы, значит, возьмем, какие еще части в человеке важны, самые важные. Сердце. Если сердце не будет качать кровь, то что? Вообще все, то есть, ну, кровь не пойдет в мозг, человек умрет. Вот, значит, я не помню, что обозначает сердце, то ли стол обозначает сердце, то ли минорад, но что-то из них, это такие главные части. Теперь, дальше, дальше есть у человека печень. Печень, она очень важная часть человека, она вырабатывает у человека кровь, там, все, что связано с кровью, с пищеварением, это все печень, да. Да, и вот это тоже там, это предметы внутри, это намекают на части человека. Теперь дальше, дальше идут покровы. Покровы, у человека же есть еще покровы, у него есть внутренние органы, но есть покровы. Значит, какие были покровы над ковчегом? Помните, был покров, нить в четверо сплетенная, в четверо сплетенная нить, а каждая нить сплетенная в шесть вариантов, еще шесть у него внутри вариантов. То есть, получается, шесть ниточек сплетаются в одну ниточку, и вот эта вот одна ниточка, их четыре сплетаются еще. И получается покрытие такое, да, было, это первое покрытие. Что, на что это похоже у человека, да? На что это похоже? Может быть, это похоже на нервную систему, которая проходит внутри тела. Может быть, это похоже на вены, которые проходят внутри тела. Сто миллионов, сто тысяч километров вен и капилляров проходит у человека внутри тела. Можете себе представить, какая вообще конструкция, что сто тысяч километров вот этих трубочек, и сердце в них качает кровь, и эти трубочки, они все переплетены, очень все аккуратненько, до каждого они органа доходят, до каждой там части кожи доходят, чтобы все снабжалось кровью, и чтобы все снабжалось этим. Теперь дальше идет козий такой покрыв. Помните, козий идет покрыв? Значит, из козьего волоса. Из козьего волоса это грубый такой покрыв, покров. На что это в человеке похоже? Мне кажется, на волосы. То есть, у человека тоже есть покров такой волосы, да, ну и вот тут волосы растут у человека, и тут волосы растут, да. Чуть-чуть они волосы эти покрывают человека, может, раньше больше покрывали. А сверху идет еще покрыв, который был шкуры баранов красный и тахаш, вот это вот было цветное животное, такое красивое. Может быть, это олицетворяет внешний покров человека, одежду, может быть. То есть, но это есть на это намеки, которые я как раз так просмотрел, но не запомнил. Хорошо, и вот мы дошли сейчас до того, что был еще сверху были крошим. Крошим это были столбы деревянные, пять локтей высотой, которые держались сверху. На них клалось вот эти вот покровы, покровы клались из шкур, из ткани. Так на что это похоже, да, если взять мы человека? Видите, десять локтей будет высота. То есть, десять локтей это пять метров примерно каждого столба. И полтора локтя, полтора локтя ширина. Ух, вообще, это были огромные такие столбы. На что это в человеке похоже? Это в человеке похоже на кости. То есть, у человека есть стилет, который держит его ровно. И позволяет, то есть, смотрите, как человек умно устроен. Есть стилет, на стилет натянута сверху кожа, покрытие. Внутри есть мясо, мясо, да, здесь столбы эти были позолоченные потом. Мясо это как бы позолото, ну, золото это обозначает мясо, да. Внутри все это прошито огромной-огромной системой, сто километров кровеносная система. А внутри, в самом, святая святых человека, да, его внутренние органы. Внутренние органы это мозг, сердце, печень. И вся эта система качает, качает жизнь. Значит, а каркас, он управляет и двигается по миру. Вот примерно мешкан это была модель, модель она была человека. Но если глубже посмотреть на весь окружающий мир, то точно так же устроена земля, например, да. То есть, есть внешние покровы, есть внутренние покровы, есть суть, да, то, что держит землю там в... То есть, все это модель вселенной. Дальше рассказывается, как эти столбы устанавливались. Они устанавливались в серебряные подставочки, в которые их соединяли. Все должно было быть плотно-плотно друг с другом соединено. Столбы позолочены. И внутри у них были, внутри у них были такие тоже, которые их соединяли. В общем, это был как конструктор лего. Очень все подходило миллиметр к миллиметру. Все подходило одно к другому. Как они это все сделали в пустыне. Как это все возможно было только величайшей, сверхъестественной, божественной мудростью и чудом. Потому что, ну, по-нормальному, как бы, непонятно, как сделать такой мешкан. Ну, тут описаны все вот прям до миллиметра, как это все делать. Значит, как оно все соединялось. Есть на все это прекрасный рисунок. Если мы попросим Якова Шатадина сделать, найти, может быть, фильм какой-то выставить в группе ВАИКРа, то он сможет найти. Значит, есть фильмы, как это было устроено. 3D-модели есть. То есть, я советую вам очень сильно посмотреть. И, ну, чтобы ощутить, как это все было. Как это было ярко, красиво. Кстати, интересная тоже еще одна вещь, что в храме использовались какие-материалы. Использовалось дерево шитим. Это один был из видов кедра, который, как мы знаем, посадил еще Ноах, садил потом Авраам, садил потом Яков, взял этот кедр и посадил их и по дороге в Египет, чтобы там были рощи эти кедровые, как раз где гора Синай. И в самом Египте были эти кедры, чтобы, это были именно кедры, которые были посажены во имя Всевышнего. Потому что основные все кедры, да, которые были в то время, им служили как идолам, да, что все, все вечно. То есть, кедры это символ вечно зеленое дерево, мол, все вечно зеленое, мир вечный. Мир не вечный, мир сотворен. И мир управляется Всевышним. И есть периоды разные и так далее. В общем, было дерево, было три вида металла. Золото, серебро и медь. Тоже каждый вид металлов имеет свое намек. На что намек? Медь намекает на, на что? На природу, просто природа, да, вот даже если посмотреть, медь на природу. Она не такая чистая, но это как природа. Серебро это уже более чистый металл, а золото это самый считается чистый металл. Значит, это то, к чему человек должен стремиться. Как вот говорят про хорошего человека, у него золотое сердце. Да, вот у этого человека золотое сердце. Или говорят, золотой ты человек, значит, например, Андрей Юрьевич. Золотой человек, Андрей Юрьевич. И, то есть, что имеет в виду? Чистый, такой светлый и при этом прочный. Да, то есть, человек прочный, с прочными принципами. Это тоже есть в этом намек такой очень интересный, что как золото, например, из него изготавливали что-то. Брали минора, например, и нужно было изготовить из цельного куска золота. Его расплавляли под большой температурой. И человека делают золотым, а как проверить, он золотой или не золотой, да? Так на улице вроде все золотые улыбаются, значит, все здравствуйте, здравствуйте, все. А как проверить, золотой он или не золотой? Через испытания. Вот в сложной ситуации проявляется реально у него золотое сердце, или он, значит, может быть, он так с виду. Это было, я недавно читал, был какой-то теракт в 70-е годы, что-то такое. И там террорист, они пытались захватить самолет. И один был в автобусе, террорист бросил в автобус гранату. И был в автобусе сын Мошедаяна. Мошедаяна был это герой войны, такой генерал, который вообще одноглазый такой генерал. А сын его уже не был одноглазым генералом, просто был сын Мошедаяна. И сын Мошедаяна убежал. Он побежал, ну, как бы выбежал, выскочил из этого автобуса. А был там парень один, который увидел, что люди сейчас поднимут, дети, все. И он прыгнул на гранату, закрыл с собой эту гранату. Его разорвало полностью, но других людей он спас. То есть в моменты испытаний действительно проявляется сущность человека. И вот это золото, это вот как раз метафора, что оно вначале расплавляется под большой температурой. Потом оно застывает в какую-то форму. И когда оно застыло в какую-то форму, оно уже в этой форме стоит. И также человек, который работает над исправлением своих качеств. Он эти качества исправляет, работает над собой в каких-то ситуациях, по чуть-чуть, по чуть. Он как бы себя исправляет, но он уже, если у него есть это хорошее качество, да, то это уже как золото. Дальше было три металла. И было два материала, из которых были все тканевые покрытия. Один материал это был лен. Лен это растительный материал, который обозначает, сейчас я скажу, что обозначает. И был шерсть. Шерсть была в храме, была шерсть два вида красного, была покрашена она в красный цвет, алый и такой багряный цвет. Был голубой цвет шерсть, три цвета была шерсти, и лен был белый, да. Там тоже есть целая в этом плане символика, что у человека есть природа внутри, есть природа растительная, есть природа животная. Да, и животная природа, есть природа божественная, то есть человек, он соединяет в себе как бы вот эти все миры. Даже человек соединяет в себе, я думаю, и природу, минералы, камни, это тоже есть в человеке. То есть человек состоит из горст пепла, да, есть такой Авраама, видно, он про себя говорил. Кто я, он говорит, я прах и пепел. Но это действительно, если из человека выпарить всю воду, если вода вся исчезает, остается только материал сухой, это будет как раз пепел, таблица Менделеева. То есть это будет, именно будет там цинк есть какой-то, есть металл, там немного есть, да. В каждом из нас есть немного металла. Дальше, у человека есть также внутри, значит, растительная, какая у человека есть растительная природа внутри, интересно. Не знаю, вот это я не знаю, какая у человека растительная природа. Но когда говорят, что лен, вот эта вот льняная ткань, она олицетворяла у человека, это его способность к размножению, его способность к питанию. То есть человек, он постоянно перерабатывает еду. В принципе, эта функция, она такая, она присуща всем растениям. Растения также живут. Они перерабатывают какие-то одни вещества и создают, растут из этого, да. То есть у человека вот этот вот момент роста и развития, он как у растений, тут мы одинаковые. Просто заложена эта сила питаться, перерабатывать и расти. Это как бы, можно назвать это растительная функция организма. И размножаться, все растения тоже размножаются, пестик, тычинка. То есть мы тут недалеко ушли от растений, значит, тоже примерно так же размножаемся. Пестик, тычинка, значит, и пошли размножаться. А вот животные, они уже животные, функции в человеке, то, что олицетворяется шерстью, это животные. У них есть стаи, у них есть борьба за вожак стаи, у них есть какие-то там сложные уже взаимоотношения в стае. Есть, например, вы знаете, очень интересный опыт. Вот брали шесть крыс и садили их в аквариум. И эти шесть крыс, они начинали драться. И в итоге получалось у них такое разделение, что было два, две крысы-угнетатели, две крысы угнетенные, две крысы такие средние какие-то. Вот примерно такое у них было разделение. И там у них была еда, которой надо было проплыть, там, за это еду. В общем, делились они всегда на вот эти вот три группы. Угнетенные, угнетатели и средние такие, да. Там была еще одна, я не помню, была одна такая функция. Крыса, которая не хотела быть ни угнетенным, ни угнетателем, она была отдельная такая, да, independent такая, независимая крыса, которая, ну, типа, уходила от всех, отшельная, крыса отшельная, которая не хотела. Так, что интересно было, когда их брали, брали, например, двух этих крыс-угнетателей, да, и соединяли из трех аквариумов в один аквариум шесть крыс-угнетателей, они начинали драться, дрались, 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 и все равно было деление. Две оставалось угнетателями, две угнетенными и две какие-то неприсоединившиеся. То есть, у человека все вот эти вот качества, там, кого-то угнетать и так далее, и так далее, это все идет животная природа. И вот в мешкане все его устройство, оно было построено на том, чтобы очистить в себе все вот эти вот, все части, которые есть в человеке, все это нужно было в себе очистить. А как это очистить? Посвятить Всевышнему. То есть, если все твои дела во имя небес, если ты живешь, выполняешь заповеди, учишь штору и так далее, то ты божественным светом очищаешь всю свою вот эту вот животную природу и растительную и переводишь ее в духовное составляющее, как бы строишь себе свое духовное тело для дальнейшего, для дальнейшей жизни. Мне это напоминает, как, отдаленно напоминает, как есть вот эти вот криптовалюты, есть биткоины, и люди брали, строили целые какие-то станции для майнинга этого биткоина. Что за майнинг биткоина? Это загадка за семью печатями. Но смысл был такой. Вот тут ты покупаешь электроэнергию дешевую, тут ты ставишь какой-то контейнер с какими-то жужжащими приборчиками, и на выходе у тебя выходят какие-то циферки, которые ты потом можешь обменять там в лучшие времена на 60 тысяч долларов циферку, а в худшие времена на там 10 тысяч, а когда-то эта циферка ничего не стоила. Вот это тоже хорошая метафора. Точно так же вечная жизнь. Когда ты выполняешь заповеди, ты берешь энергию этого мира, и ты ее перерабатываешь во что? В идею о том, что я выполнил волю Всевышнего, а я выполнил заповедь. Это, конечно, не биткоин, но биткоин вообще непонятный. А это более-менее понятно, что ты создал духовную некую энергию, духовную сущность, которая прикрепилась к твоей душе, и ты создаешь заповедями одежду для души. Так это работает. Хорошо, дорогие друзья. Все, значит, всем удачи и успехов. Я думаю, что мы сегодня отлично разобрались в символизме мешка. Она поняла, что это не просто деревянные палки и не просто какие-то золотые украшения, которые непонятно зачем были. То есть нам стало чуть-чуть более понятно, как это все работает. И в заслугу того, что мы хорошо поучились. И впустили в свою жизнь божественный свет. И особенно если мы начнем его распространять, и будем этот божественный свет дальше распространять по окружающему миру, чтобы Всевышний нам дал благополучие, чтобы обналичил чуть-чуть небесного депозита в этом мире, чтобы через здоровье, удачу, благополучие, и чтобы было все-все-все, что нам надо у нас было, у нас, у наших близких. И чтобы мы при этом работали, выполняли работу Всевышнему, не потому что он нам заставляет и через страдания показывает, что мы о нем забыли, а чтобы мы сами о нем помнили и сами напрягались. Все, чтобы мы напрягались, выполняем волю Всевышнего. Всем удачи, успехов. Значит, встречаемся с Божьей помощью завтра. И всего хорошего. Значит, что интересно, я хотел добавить, что вот сейчас у меня через неделю будет ёрцать год, как умер мой отец, чтобы было Лейлу Нишама Борух Бен Авраам, чтобы ему там было на небе. Значит, я ему посылаю биткоины от своих заповедей, чтобы ему там было хорошо, чтобы через год пересматривается. Каждый год, в годовщину смерти, пересматривается, какой след человек оставил в этом мире. И если о нем вспоминают, и в честь него делают какие-то заповеди, то для человека там пересматривают его папочку, его дело, и говорят ему, ну так ты отлично жил, молодец, раз ты оставил, что люди тебя добром вспоминают, значит, все хорошо. Так что вспоминайте своих родственников, годовщину смерти, если вы делаете какие-то заповеди, тоже вы можете знать, что это вы им там помогаете. Все счастливо, до завтра.